Возрождая традиции, в Центре культуры и искусства «Спутник» состоялся бал молодых лейтенантов, посвященный прибытию в войсковую часть местного гарнизона лейтенантов для дальнейшего прохождения службы. Праздничный концерт украсили солисты Приморской краевой филармонии и местные творческие коллективы. Подробно смотрите в следующем сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Бескорыстная, героическая, интеллектуальная, красивая и романтическая профессия – профессия офицера. Первой, главной и самой важной мужской профессией является именно она. На плечах офицера лежит такая ответственность, которая несравнима с ответственностью любой другой профессии. Да, есть такая профессия – Родину защищать. В связи с досрочным кончанием учебы в высших военных учебных заведениях Министерства обороны выпускники прибыли в войсковые части чуть раньше, чем планировалось. По прибытии в части по сложившейся традиции с молодыми офицерами были проведены сборы для их адаптации в армейских и флотских коллективах становления в должности. Фокина в Центре культуры искусства «Спутник» в честь прибытия молодых лейтенантов был организован праздничный концерт. Солисты Приморской краевой филармонии и вокальный коллектив «Услада» подарили музыкальные номера. Заслушанный коллектив Приморского края образцовый ансамбль танца «Ариэль» продемонстрировал несколько танцевальных красочных номеров, заслужив тем самым бурные аплодисменты. На мероприятии присутствовал глава городского округа Александр Баранов, член Фокинского городского совета ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов, корреспондент газеты «ТОВ» боевого акта Валентина Шабанская. Командование – лейтенанты части, которые прибыли для дальнейшего прохождения службы. Я хочу выразить слава и благодарность всем, кто прибыл, особенно артистам филармонии, музыкальному коллективу «Услада», которые нам подарили такой прекрасный бал, благодаря которому наши лейтенанты на всю жизнь запомнят прибытие в наш воинский коллектив. На музыкальном праздничном вечере Дмитрий Сабитов исполнил песню «Эти глаза напротив» – песня 1970 года композитора Давида Тухманова на слова Татьяны Сашко. Став шлягером в начале 1970-х годов, песни по сей день включаются в репертуар современными исполнителями. В исполнении молодого, талантливого певца данной песни и другие музыкальные композиции прозвучали душевно, погрузив гостей в мир лирического настроения. Эти глаза напротив строят года, эти глаза напротив сразу и навсегда. Эти глаза напротив и большие разумы, эти глаза напротив и молчаливы идут. Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть. Анна Гамова и Наталья Подпоринова, солистки Краевой Приморской филармонии, перенесли зрителей в мир прекрасной музыки. Гости из Краевой столицы исполнили хиты прошлых лет, которые знакомы каждому. А эти кучи в голову напоминают море, напоминают сталь дом, где кружат чайки и леса твов, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Поприветствовали молодых военнослужащих, которые после окончания учебы приехали на места службы и фокинские творческие коллективы. Они также поздравили лейтенантов с первыми шагами офицерской службы. Вокальный ансамбль «Услада» порадовал зрителей ярким исполнением. Музыкальные композиции молодого коллектива добавили красок в праздничный концерт. Молодой офицер, вся душа распашку, голубые глаза, ты не прячь под куражку. Каждый день по тревоге рискуешь ты жизнью за правое тело, за любовь, за очистку. Молодой офицер, ты согнешь и сломаешь, за коленый бояр, ты своих притреваешь, ты дорогу домой. Бережу свое сердце, и красивый такой, не могу нарыгеться. Ах, молодой офицер! Еще много слов звучало в адрес офицеров, торжественных и просто добрых. Сами же виновники торжества, немного волнуюсь, с теплотой отзывались о состоявшемся мероприятии. Все понравилось. В дальнейшем хотелось бы тоже побывать на таких мероприятиях. Хотелось бы сказать, что такие мероприятия сплочают воинский коллектив и очень сильно, точнее положительно очень влияют на этот коллектив. Впечатления о крае очень хорошие. Мероприятие мне очень понравилось, особенно понравились танцы. Я думаю, что подобные мероприятия сплочают коллективы, повышают морально-психологическое состояние личного состава. Всем хочу пожелать, чтобы подобные мероприятия проводились чаще. Полный надежд на хорошую службу молодые офицеры, прибыв в Приморский край, отметили его дивную красоту. По окончанию праздника сослуживцы пожелали друг другу удачи, дальнейшей службе и успехов по жизни. Хотелось бы сказать, чтобы не забывали о своих товарищах, постоянно поддерживали связь, так сказать, помнили то, что в каждой части есть друг, товарищ, который всегда поможет. Главное – это не сдаваться, всегда идти вперед, только вперед, нести службу, как это положено, не отлынивать. Очень похожая природа на нашу, на южную, так скажем. Также прилетели, когда смотрел, горы, как бы все близкое, родное, так скажем. Вот, люди очень приветливые, вот, здесь, вот, конкретно в Фокино, мне тоже очень нравится, все так компактно, уютно. Приехал я из Санкт-Петербурга, поэтому немного понятия разнятся, но в целом я очень доволен. Мне понравился Приморский край, очень красивая природа. Молодые лейтенанты больше не курсанты. Закончилась учеба, начались будни, ежедневная служба. Как признается старший офицер, это будущая смена сегодняшних майоров и полковников, тех самых, которые организовали бал. Ведь нужно встретить пополнение так, чтобы молодые люди почувствовали себя частью большой семьи военнослужащих России. Мы вам желаем мира и добра, чтобы от любви кружилась голова. Хочет им мужчинам счастья пожелать, и своих женщин чаще понимать. Хочет им мужчинам счастья пожелать, и своих женщин чаще обнимать. Мы вам желаем мира и добра, чтобы от любви кружилась голова. Хочет им мужчинам счастья пожелать, и своих женщин чаще понимать.